друзья всем привет сегодня у нас на обзоре автомобиль который успел снискать дурную славу еще до стартап даже продаж нашей стране с автоматической коробкой передач вариаторного типа давайте сегодня я расскажу вам в этом автомобиле отдельно коснем технической части и оставлю свой отзыв стоит ли покупать этот автомобиль в принципе в любой комплектации с коробкой вариаторного типа погнали ну что друзья по традиции замеряем динамику производитель обещает 10 и 3 поэтому погнали тапочка в пол не наврали давайте еще разок так режим спорт стабилизация не отключена давайте раз два три тапочка в пол слушайте ну очень достойно очень достойно ну что друзья привет ну вот и я добрался до корейского kia seltos плохая судьба постигла в начале продаж этот автомобиль а многих конечно же оттолкнула его как бы ненадежность плане коробок передач я об этом сегодня расскажу свое мнение выскажу но в остальном автомобиль производит ну весьма приятные впечатления то есть вот эти вот оля фары audi q8 успели они подделать довольно таки быстро кстати полностью лет светодиоды что противотуманные что здесь но единственное это комплектация премиум или там престиж какая-то то есть самый топ то есть а самый топ это под 2 миллиона рублей даже может быть чуть сверху к сожалению нет люка в остальном автомобиль как с по своим размерам так и в плане клиренса реально выигрывает у конкурентов поэтому я обратил на него внимание и вот внешность его не отталкивает хотя я вот азиатские автомобили не очень люблю их внешность всякие вот ломанные линии вот это какие-то вычурные глаза здесь же как-то все сделано у кио более-менее нормально единственное что мне не нравится сейчас у корейских автомобилей то есть японцы этим давно переболели то есть ну если возьмем там toyota nissan то от корейцы еще никак не переболеют это наличие множество типа элементов аля под хром вот зачем делать вот эти вот решетки радиатора под хром это не металл это крашеный пластик который ну как бы по пескострую по реагентам он реально будет облазить и через несколько лет превратиться просто в ужасающий вид все это будет смываться окисляться причем хочу вам сказать что вот даже вот здесь попал камешек и вот это хромирование от пластика уже отстает в остальном автомобиль приятен очень удачно все сделано интегрирован действовать вот полосы поворотники и так далее все это красиво работает мне лично нравится такого ничего лишнего если бы не хром то я бы поставил даже 4 с плюсом удивительно но корей за довольно таки неплохие камеры заднего вида то есть реально более-менее четкое изображение то есть не просто мыло видишь камеру заднего вида хорошее приятное изображение видно даже неровности шершалось асфальта ну да это во всем все это вариатор именно на вариаторе всегда вот это задиры оборотов бестолковые а по правде момент никакой не передается причем не важно какой у вас двигатель что 150 лошадиных сил 150 что 250 работа вариатора везде одинаковая вообще вот пространство ощущения от этого автомобиля прикольно то есть как бы крыша высокая ничего тебе сверху не давит хороший дисплей вот солнышко все отлично контрастно читается видите навигация то есть все достаточно хорошо видно контрастность очень хорошее разрешение разрешение хорошего что мне нравится помните я делал обзор на мазду но это просто какой-то прошлый век дисплей это у нас срабатывает движение по полосе и пикает в динамику все смотрим сюда смотрите функция анти затупан идущий впереди автомобиль отъезжает слушать а прикольно расход по городу где-то 15 5 запас хода пятьсот восемьдесят три километра полный бат у нас кстати как он в поворотах кренится ну кренится конечно но такого ощущения что сейчас завалится такого нету давайте будем честно ну вот мы выезжаем на трассу я даже спорт включу ох он ревет кстати сейчас отпустил газ а он продолжал газовать это что был глюк ладно сейчас проверим вот 90 идешь ничего так более-менее комфортно и весна от шум конечно и вот проезжающие машины очень сильно удается то есть шумоизоляции как такового видать на крыше нету арки тоже плоховатенько видать про за изолированы ноут в районе сотки добавить газа 120 120 в принципе ничего хуже не стало особо кстати обзор заднее зеркало очень неплохой то есть все видно хоть и заднее стекло небольшое как вы знаете давайте добавим газочку были не быстро ездить на нем страшно его начинает по полосе вводить сейчас вот я 180 разогнался он так вот рыскать начал нет это автомобиль не для быстрого передвижения я реально очканул я реально очканул и вот так вот водить начало как китайцы китайцы тогда тоже на 180 пипец ему плохо стало он обалдел это чувак я с такой скоростью на полигоне то не ездит ну вот сотку идешь он конечно такой валки то есть поэтому его и разматывает на дороге то есть если колея разметку ловишь и прямо и увести начинает поэтому и вот я говорю на трассе всегда сразу проявляются отрицательные качества автомобиля в городе вы как бы не заметите а вот на трассе самое то вот по круговому движению ну такое ощущение сейчас перевернется то есть у него вон а я вот 60 иду а у него передний мост уже закусывать начинает то есть если сейчас буквально добавить пару десятков километров у него передний мост начнет плыть вот в отношении управляемости конечно по сравнению с немцами корейцы проигрывают давайте будем честными они может быть сейчас в чем-то в другом подтянулись в качестве материалов о как пикает когда полосе автомобиль вообще различные ассистенты работают классно то есть не навязчиво и своевременно то есть не запаздывают когда у тебя уже в бок или ты кому-то в бок ездил и подрезал кого-то а прямо заранее вот это он нравится это классно так ну что такое в мелкое внедорожье то есть плохой асфальт выбоины где-то грунтовочка не забываем что у нас автомобиль на вариаторе вариатор не теперь букса о чем я чуть позже расскажу и шлифование на одном месте запомните это все кто собирается купить автомобиль на вариаторе это было всегда и на старых и на современных вариаторах для данные режимы для коробок автоматических вариаторного типа это смерть то есть вы можете убить свой вариатор буквально за 30 секунд по поводу подвески подвеска кстати неплохо отрабатывает довольно таки плотненько сейчас попал довольно таки большую ямку хорошо то есть не пробило кузов ничего то есть приятно ехать по плохой дороге то есть нет такого что блин плохая дорога это пипец это смерть зачем я сюда попал и быстрее бы отсюда свалить нет едешь ну просто видишь понятно что надо иметь мозги клиренс у тебя повышенный то есть особо на более-менее средние ямки ты внимания не обращаешь и очень 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 комфортно давайте кузовных элементов сейчас коснемся отдельно кузов экстерьер интерьер как обычно сначала начнем с технической части а это для этого автомобиля самое важное друзья при покупке так ну что киа готова получать капот тяжелый гидропор нету за 2 миллиона уже давно бы пора сделать гидропор если хотите соответствовать подкапотное пространство достаточно обширное то есть много места на этой комплектации стоит двигатель 2.0 MPI последнего поколения что могу сказать за него двигатель хороший в принципе на 150 лошадиных сил но с этой коробкой передач на вариаторе ему не хватает момента потому что сама как бы коробка она очень много крутящего момента как бы скрадывает вот в этом как бы большой минус далее что бы я хотел отметить здесь в принципе все стандартно единственное я хочу вам сразу сказать все модернизации киа в виде введения новых маслофорсунок охлаждения поршня не привели особого профиту ввиду появления задиров в этом двигателе на больших пробегах у кого-то это задиры проявляются раньше у кого-то позже но они все равно есть что на вторичном рынке удешевляет автомобиль в разы через какой-то промежуток времени то есть продавцов кто сдает эти автомобили в 3D реально прибивают после того как производят осмотр цилиндров то есть задиры всегда есть у кого-то больше у кого-то меньше хотя может даже и масло пока не жрать то есть вот так вот с чем это связано это связано в первую очередь с тем что все таки все таки как бы там ни было да корейцы глубоко шагнули вперед у них неплохие сейчас автомобили давайте будем откровенными но все таки точность производства у них пока хромает по сравнению с японцами и по сравнению с немцами они еще позади теперь что касаемо коробки передач вариаторного типа которая ставится для России на этот автомобиль вообще на автомобиле Киев впервые они заявили что это как бы новая коробка по правде это никакая не новая коробка она даже там в Америке ставилась на Elantra с семнадцатого года модель этого вариатора C0 GF1 это известный вариатор и он в принципе никогда не славился что он был слабым то есть у него можно реально цеплять прицеп но у него до 1100 килограмм то есть это не просто какая-то хрустальная коробка что я хочу сказать ребят по поводу надежности этой коробки потому что все вы знаете какое-то время назад этот автомобиль поймал очень сильный хайп ввиду того что у некоторых я не буду плохо говорить блогеров эта коробка прямо развалилась под ними на тест-драйве когда они на ней штурмовали сложные дорожные условия так вот многие не знают или забывают не читают инструкции и так далее а многие просто не знают кто хоть раз владел коробкой вариаторного типа знает что вариатор можно убить реально за 30 секунд за 30 секунд вариатору абсолютно противопоказано пробуксовка и шлифование я вот посмотрел тот ролик где убили тот вариатор и могу сказать что реально на месте Киа я бы подсадил бы этих ребят на деньги потому что они реально игнорировали правила эксплуатации автомобиля с коробками вариаторного типа помню когда только появились Nissan Murano первые на вариаторах владельцы Nissan Murano потому что автомобиль полнопривода и с мощным мотором убивали их на раз и два проблема вариатора в том что у него конечно стоит защита от перегрева от перегрева трансмиссионного масла но когда вы начинаете шлифовать на этой коробке вариатора стоит цепь не ремень то есть он по сути начинает гореть и нагреваться только когда уже вообще реальная задница вот и что и делали эти ребята они реально поставили его на мокрой грязи с листвой и начинали буксовать сколько они буксовали вы же на видео не видели там у них там это 20 секунд а по правде они наверняка там минут пять шлифовали что-то может быть и в видео не попали это же все был монтаж вот и естественно они он перегрел внутри то есть цепь начала конусы начало точить вот естественно потом оно вышло в ошибку наверняка внутри а они еще продолжали ехать и собственно убили эту коробку ничего в этом как бы удивительного нету почему-то вот на всех подобных автомобилях полноприводных с вариаторного типа что на Nissan, что на Toyota у них в первую очередь когда ты начинаешь буксовать отключается привод на заднюю ось то есть он просто останавливается и ты не можешь ехать если например в снегу здесь же как бы понимаете то есть передние колеса крутятся у меня был Nissan Juke да тоже на вариаторе там в инструкции прямо было написано что автомобилю противопоказано буксование если вы забуксовали то нужно автомобиль просто тупо вытаскивать что я в принципе пару раз за 6 лет владения автомобилем и делал особенно когда ты едешь задним ходом что касаемо Kia повелось себя по детски потому что никому не нравится когда в отношении тебя говорят что-то плохое надо было разобраться а эти чуваки с погоней за хайпом так как материал горячий они заломали новый автомобиль буквально проехав несколько десятков километров и коробка развалилась вот эта сиюминутная выгода как бы для дурачков которые много посмотрели опустили Kia опустили эту коробку а по правде то есть если смотреть историю эксплуатации этого вариатора то есть самый жесткий рынок в плане агрегатов это Соединенные Штаты то есть там производители стараются ставить всегда самое лучшее если есть какие-то хотя бы довольно таки большой процент отказов производитель старается либо делать отзывные компании либо менять агрегат на более надежный что делает своевременно Volkswagen почему мексиканские автомобили для американского рынка ставят в большинстве своем автоматы да потому что боятся ДСГ иначе американцы их просто засудят то есть мое мнение что бояться этого вариатора не стоит так же как и других вариаторов сейчас на других марках да у них есть недостатки да есть определенные ограничения но это в первую очередь городской паркетник в нем нельзя ехать на бездорожье нельзя он намного слабее и ДСГ и автомата и тем более механики на вариаторе только вы можете там с обледенелого заснеженного двора или небольшого сугробика выехать если вы начинаете буксовать и хотя бы со второй попытки у вас не получилось все вызывайте подмогу автомобиль нужно вытаскивать иначе угробите вариатор как только у вас начинает шлифовать мосты момент то все равно есть вы приближаете просто с геометрической прогрессией коробку к ремонту в остальном все просто без каких-то излишеств то есть ну в плане техническом Кио конечно это довольно таки простые автомобили с модернизированными агрегатами старых лет которые еще пока им будут служить верой и правдой ну в общем думаю что по технической части вам понятно в плане двигателя коробки передач полного привода то есть здесь как бы все просто не стоит бояться Кио в плане вариаторов но следует помнить что на больших пробегах вас ждут задиры шатунно-поршневой группе и это скажется на перепродаже этого автомобиля кузовные элементы вот защита кузовных элементов мне нравится в Кио защита арок сделана причем полностью с заходом на бампер с заходом на пороги пороги пластиковые с заходом на вот нижнюю часть дверей вот это кстати тоже пластик все это естественно более живущих условиях нашего пескоструя реагентов и зимне-весеннего время года пластиковые арки с таком пластиковым достаточно жестким и абсолютное отсутствие шумоизоляции что здесь вот что сзади сзади локеры тоже пластиковые поэтому так шумно от задних шин колеса стоят вот здесь максимальной комплектации на 17 на 215 на 55 17 ну естественно корейская кумха куда же без этого дверные ручки ну производители вот страдают манией все везде ставить хром понятно что это все будет окисляться за этим надо будет постоянно все ухаживать в остальном вот ручки кстати сделаны классно то есть нету как у китайцев там вот вылезающих потрохов и так далее то есть аккуратненько хорошо ничего не болтается все достаточно удобно я так понимаю сейчас в порядке вещей делать чтобы если у вас есть доступ без ключа то доступ не ждите на задних дверях то есть это как бы опция более дорогих автомобилей хотя ну я с этим не согласен ну вот это хром по моему настоящий вот это вот уже как бы по металлу сделано я думаю что это будет долговечно но вот на пластике я считаю это лишним мне кстати нравится задняя часть автомобиля электропривода не дождетесь кстати вот я говорил про камеру заднего вира по ней даже по оптике видно что она сделана достаточно качественно фонари лет классно мне нравится вот корейцы стали делать вот у них видно что фонари сделаны скажем так не дешево но опять же вот хром сзади это ну просто какая-то болезнь у этого производителя багажник ребят багажник мне напомнил Nissan Juke здесь багажника реально нету то есть он очень маленький очень низкий сразу же идут сиденья полноразмерная запаска сзади мне кажется это перебор можно и докатку еще раз повторяю это городской кроссовер ему не нужна полноразмерная запаска я считаю это лишнее и даже для нашего рынка багажник маленький я полностью не помещаюсь хотя я еще тот дрищ нету кнопок для открытия спинок заднего сидения то есть чтобы просунуть нужно идти и там открывать отделка багажника такая ну скажем так дешевая из жесткого пластика то есть никакого карпета здесь нету то есть если что-то такое будет болтаться по багажнику будет достаточно громко греметь я понимаю что автомобиль этот идет в самом начальной комплектации там от миллиона пятиста даже четыреста там с копейками то есть и менять там обивку в других комплектациях это просто не с руки но я считаю что это не бюджетный автомобиль и делать такие материалы ну как бы не пристало уже в 2020 году даже корейцам хотя справедливости радость если убрать вот этот опционный коврик само покрытие вот крышки багажника довольно таки приятно из карпетика что мешало сделать вот из такого же материала весь багажник чтобы ничего не бренчало и не стучало а так вот даже сам коврик о спинке бьется и все достаточно звонко ну я думаю вы меня поняли по эргономике багажного отделения двигаемся дальше свес заднего бампера вот немцы конечно какашки еще те вот они вот задали моду вот на эти вот все вот фальш панели а-ля выхлоп это же стрёмно опять вот этот хром непонятный который будет пескоструиться и облазить мутнеть ухаживать за этим как-то невозможно потому что он просто будет царапаться полировать его нельзя зачем это делается непонятно свес достаточно большой сзади поперечная балка так разделенная задняя подвеска то есть независимая это уже хорошо каких-то выпирающих частей нету глушители во впадине бак ничего не выпирает подвеска не упирает никакие провода не выпирают то есть все достаточно хорошо сделано в этом отношении киа селтас удобный можно спокойно двигаться если вы видите что клиренс по клиренсу вы проходите то есть вы ничем при прохождении каких-то препятствий не заденете так ну что эргономика задней части салона по традиции давайте отодвинем сиденье максимально назад кстати у пассажирского переднего сиденья также есть электропривод как вы помните у меня рост метр восемьдесят и по максимально отодвинутым сиденьем места здесь нет вообще сиденье реально упирается так вот человек нормального человеческого роста когда впереди сидит места много наклон спинок не регулируется здесь в таком полулежачем положении место до коленей сантиметров десять сзади просто дефлекторы обогрев задних сидений нету кармашки жесткий пластик заднего сиденья смотришь прямо в подлокотник если закрыть дверь линия стекла на уровне плеча ничего необычного в салоне есть подлокотник с подстаканниками пластик жесткий без каких-то резиновых прокладок сам материал сидений ну такой в корейском стиле плотный кожзам с перфорацией естественно перфорация это тоже кожзам никаких как бы говорить о натуральных материалах не приходится который еще и пахнет химией перфорация такая ненежная просто как будто в коже дырок насверлили в кожзаме дырок насверлили и так далее и вообще весь пластик в салоне именно пластик очень жесткий не мягкий вот это мне всегда в корейцах не нравится по дверной панели нравится что здесь вот сделано типа обивки довольно таки неплохого качества вот который гладкий пластик не выглядит дешево также сами переключатели пластиковые ручки вот эти дешевые покрытые опять хромом лакированные вот эти вот вставки вот это оригинально сделаны гриле под динамики такие они как изогнутые как будто помятые прикольно сделано хоть и пластик сам по себе такой жестковатый но вид имеет мне лично вот это нравится впадины для различных вещей в дверных картах ничем не обработаны то есть нет никакого ни карпета ни мягкого материала ни резины то есть если туда что-то поставить будет греметь будем откровенны защита порогов хоть и сам порог пластиковый а вот защита вот именно порога для чтобы штанины не пачкались или когда вы садитесь сделано не очень грамотно сделано всего лишь шумозащитная резинка двойная то есть на корпусе и здесь а вот защита чтобы вот вот здесь вот не кидала грязь и не пачкался порог здесь никакого уплотнения нету вот это я считаю как бы конкретно в этой модели здесь конечно не доработка кстати задние тормоза не вентилируемые а обычные дисковые хотя тоже хоть не барабаны что касаемо водительского места друзья посадка в принципе на сиденье вот удобная то есть тебя не болтает в сиденье есть какая-то хоть поддержка кстати что я удивлен в корейцах и спинка сама удобная то есть можно достаточно хорошо поставить кстати я же сказал что у пассажира переднего тоже электропривод это кстати большой плюс удобно почему например немцы обделяют этим руль достаточно качественно пошит если дизайн это как бы все вкусовщина да но в принципе последнее поколение мкб вот эта подушка безопасности если убрать киа то в принципе чем-то похоже даже на ваговские рули кожа и строчка достаточно качественная то есть в этом отношении корейцы ну только в плюс панель прибора большой дисплей хорошая приборная панель как я уже сказал то есть она хоть и стрелочная но достаточно большое место занимает мультимедиа вот что мне как бы понравилось музыка базе то есть ну базе всегда отличалась более менее сносным звучанием качественно сделаны в принципе кнопочки рычажки то есть какого-то вот дешевизной реально не пахнет если исключить сами приборные панели вот сама материал приборной панели дверные карты то в принципе все очень хорошо и все очень все очень интересно так сказать как я уже сказал сидение с хорошей поддержкой удобно все сделано такая аккуратненькая строчка ну естественно это как бы галимый кожзам тут как бы ничего нового у корейцев не видите подлокотничек да он кстати регулируется внутри никакого карпета ничего то есть просто галимый пластик если вы что-то туда ложите тоже будет все греметь вот это вот пиликанье когда открыта дверь тоже меня раздражает и его никак не отключить что нужно сделать чтобы ты перестал я не знаю наверное включить просто зажигание я не хочу заводить автомобиль я хочу чтобы ты всего лишь заткнулся он заткнулся когда я просто включил зажигание в принципе тоже уже неплохо что касаемо приборной панели и вот различных средств навигации и так далее хочу сказать что вот кнопками приборная панель вообще не перегружена если на руле по 9 кнопок с каждой стороны то вот здесь вот как бы все интуитивно понятно подогрев сидений вентиляция сидений включение там например камеры включение помощника парковки паркинг помощник движения в гору с горы хотя я не понимаю зачем это нужно внедорожные функции и предлагаете вот блокировку дифференциала зачем на автомобиле с вариатором блокировка дифференциала чтобы быстрее убить вариатор я мне вот этого не понятно кстати хочу обратить внимание вот здесь вот такая как бы лакированная и стеклянная панель климат контроля сделана под лак но она такая нежная вот уже как бы вот и уже появились такие мелкие царапки как на дисплее телефона а зачем делать такие вот непрактичные вещи в автомобиле когда это все таки автомобиль а не мобильный телефон интересно сделано а кнопки SOS и SOS тест то есть помните как на пожарных да кнопках нужно стекло разбить а здесь сделана вот такая вот шторочка вот так вот открывается вот то есть и можно нажать потом обратно все вернуть то есть ну достаточно интересное решение как видите вот LED сенсорные то есть в свое время вот так вот начиналось все в дорогих премиальных марках видите все можно включить причем сзади спереди очень прикольно сделано штекер зарядки слава богу оставили еще пока USB также зарядка 12 вольт есть вот стандартного как бы прикуриваете получается вот есть зарядка USB а вот здесь вот полочка для мобильного телефона прорезиненная я думал что она бесконтактная к сожалению нет обломился никакой бесконтактной зарядки нет пластик консоли жесткий вот здесь опять лакерация здесь под хром не металл покрашенная уверен что сотрется со временем так ручка сделана качественно какого отторжения нету кнопочки тоже пластик достаточно качественный неплохо сделано вот эта вот ручка а-ля в стиле AMG ну как бы если только ребенок будет держаться так не вызывает какого-то ощущения надежности нравится дисплей достаточно большой не бликует базе навигация тоже неплохо все хорошо читается достаточно контрастно разрешение хорошее ну в этом отношении корейцы конечно молодцы по сравнению с китайцами и даже японцами вот видите вот эта вот лакировка которую они любят везде везде ставить вот уже мелкие-мелкие царапинки уже появились на автомобиле пробег 4000 километров ну пару-тройку раз наверное он мылся может быть чуть больше и уже появились мелкие царапки хочу заметить кстати вот у него активные радары блин и они все работают и это ну образно говоря до двух миллионов рублей даже в подобных автомобилях ну возьмем Volkswagen Tiguan например да вы этого ничего не получите как впрочем и в RAV4 на Toyota и так далее то есть корея в плане оснащения она не жмется то есть вот раньше как японцы отличались в плане оснащения своих автомобилей то есть у них либо все либо ничего а немцы жались и давай там свои опции добавлять то в Корее ну сколько тут получается 6 или 7 комплектаций понятно что в самой простой базе вы это не получите но это можно получить за адекватные деньги сейчас ну что друзья лично мое заключение по поводу корейского автомобиля Kia Seltos на данный момент на примере вот этого автомобиля корейцы со своим дизайном довольно таки неплохо стали делать свои автомобили то есть качество их в плане дизайна электронных компонентов потому что все таки электроника в Корее развита очень хорошо она даже временами и местами работает даже лучше чем на нем если говорить про со-бюджетные модели то есть начинка электронная в принципе все здесь на уровне так же как и по надежности но в чем уступают до сих пор корейцы собственно более именитым производителям это в первую очередь управляемость то есть на больших скоростях на этом автомобиле реально страшно ездить если с тормозами здесь все нормально то управляемость больше 120 ну скажем так вызывает мягко говоря дискомфорт то же самое можно сказать по связке двигатель коробка ну довольно таки медленно хотя заявленные характеристики этот автомобиль подтверждает на 120 процентов то есть даже немножко быстрее он едет не знаю какое там залито топливо может быть они мерили там на 92 бензине но факт что если заявлено 10 с лишним он десятку стабильно ездит то есть ничего они не прибавляют и так далее замеряют как есть а в минус бы сказал что надо бы убрать и всякие различные хромы и так далее тогда будет это более практично добавить в качестве отделки материалов в салоне а именно там приборная панель дверные карты и так далее и тогда в принципе корейские производители не будут уступать вообще в принципе немцам потому что вот в плане киа в плане разработки дизайна там приборные панели там различные органы управления и так далее мне лично не вызывает никакого отторжения очень даже нравится все довольно таки адекватно работает ассистенты все это своевременно в свою очередь работает но вот в техническом плане в плане управляемости и связка коробка двигатель ну я бы конечно что нибудь добавил хотя по надежности ну пробеги меньше там 150 тысяч километров я думаю что вам беспокоиться не стоит и да, замечу на этот автомобиль гарантия 5 лет и 150 тысяч пробега это более чем достаточно ну даже в современных условиях для этого автомобиля если вы его купите за образно говоря за 2 то через 5 лет это легко превратится в 500 тысяч я думаю что Америку я вам тут не открою так что брать или не брать Kia Seltos ну это чисто вкусовщина бояться вариатора не стоит задиры появляются не сразу большая гарантия так как по времени так и по пробегу если вы не гонщик вас в принципе не смущает довольно таки скромная динамика комфортная подвеска то Kia Seltos я считаю спокойно можно брать и вариатора и мотора бояться не стоит ну а с вами был Алексей канал Акер Механик ребят подписывайтесь захотите в мой инстаграм там тоже весьма бывает интересно с вами был канал Акер Механик всем спасибо и пока пока пока